красивые цветы сегодня у Давида очень красивые цветы и скакун конечно такой вот весь из себя такой какой-то пород не знаю наверное а халтикинис какой-нибудь абсолютно точно Давид здравствуйте рада вас видеть наконец-таки мы сегодня сможем поговорить о меланине и мелатонине да я так правильно понял давно обещанная тема нашим слушателям в общем я только знаю одно что если вовремя поздно ложится спать меланине вырабатывается тогда человек чувствует себя плохо а если ложится вовремя то он вырабатывается то человек себя чувствует хорошо ну вот я думаю вы эту тему разовьете пожалуйста слово Давид да я благодарю Александра Горовича и приветствую всех наших слушателей с большой радостью и любовью а вот это действительно халтикинис это бывший мой конь правда в жизни он был намного на мой взгляд намного красивее а это мне на мои товарищи сделали отлили его из бронзы я им каждый раз говорю товарищи называется бронзы пожалели он какого дохляка сделали вот но это конечно я шучу вообще если говорить откровенно мне лично больше нравится по конституции по конституции это рысак на мой взгляд более красиво лошади нет другой вопрос что под седлом то он уж больно жесткий ну и вот безбашенный ну да не очень обучаем так сказать на мой взгляд но я же не конник по большому счету не профессионал а вот вторая лошадь которая мне очень нравится до буденовица более преданной обучаемой лошади ну по крайней мере я не знаю может быть не так красив по конституции но и дровишек привезет и сам в конюшню пойдет вот прекрасен но это что касается лошадей душу как говорят немножко погреть а вот начиная нашу встречу мы бы хотели вновь напомнить что любая любая негативная энергия где-то слова мысли или деяния питает сатану которому до коронации не хватает на сегодня примерно 29 процентов негативной энергии и пожалуйста обратите внимание что примерно 3-4 месяца назад как мы говорили ему не хватало более 37 процентов так что снежный ком запущен из горы он катится и чем ниже он идет тем быстрее скорости укачения еще если сатанисты и просто не очень умные люди которые добровольно или по глупости своей продали ему свою душу думают что получат деньги и власть и силу случае его коронации то мы с уверенностью можем сказать что они ошибаются так как не дай бог если это такое произойдет в этом случае они будут просто отработанным материалом или как говорят шлаком который сбрасывают в помойную яму в первую очередь просто за ненадобность поэтому от души мы вам советуем подумайте подумайте с кем вам оставаться со светлым миром ну или сложить другому миру давайте мы по традиции две-три наших ответа сделаем а потом если останется время продолжим дальше отвечать на вопросы так девять к кто такой этот давид и почему он говорит отморозного лица я случайно попал на канал не в курсе ну во первых мы утверждали утверждаем и и будем наверное утверждать что случайности не бывает любая случайность это неосознанная необходимость раз вы попали значит вам это было нужно вашему подсознанию пока не а на ваш вопрос отвечаем примерно так ну во первых мы давали несколько раз ответ на подобные вопросы но как говорят повторение мать учения так вот мы с любовью стараемся донести информацию нашим слушателям а любовь находится в душе человек человек же состоит из двух частей как весь и окружающий нас мир впрочем ну день ночь вверх вниз левая правая черная белая и так далее такой человек состоит из бессмертной души и бренного плотного тела поэтому мы и говорим от души и тела это и будет мы 66 м люди как можно говорить гадости не зная человек вы с ним чай пили говоря гадости вы не помогаете своей душе и нашей многострадальной планете ну 6 м первых спасибо за вашу поддержку но мы продолжаем посылать этим людям чей разум закрыт луч света добра и любви и напоминаем что все что они посылают по закону мироздания им же вернется истинно говорил иисус ты то что исходит из уст твоих 2д 2д благодарю вас за ответы на вопросы рада новой встречи всегда слышу и давида с интересом продолжайте пожалуйста вести много света массы на тех кто живут на низк нет на тех что живут на низких вибрациях не обращайте внимание на дураков не обижаются во первых спасибо за первую часть письма а вот с окончанием его позвольте не согласиться называя их дураками мы сами опускаемся на их уровень мы бы сказали со своей стороны то же самое немножко другими словами или так сказать на заблудших и неразумных советуем следить за своими выражениями и мыслями не нарушая смысла это не только письмах и в обращениях обращениях с окружающими с мужем с детьми и так далее так вот не нарушая смысла вместо слова дурак можно что весьма человека задевает можно употребить слова не очень умным принципе смысл не меняется но реакция будет совершенно другая мы конечно понимаем эмоции так далее но пожалуйста время сейчас очень 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 своеобразно следите за мыслями словами и дела деяниями ну и как всегда уж хотелось бы подтвердить те слова которые сказали пристанными нам мыслями выраженными в рифме которые принадлежат михаилу к отцовскому и называется а то все вернется необузданность мысли неистовы не обдумалась пыльчивых фраз разжигается нависти искры поджигая вражды злой фугас хамство ярости за пазухи достает оскверняющий нож и к душе тут же липнет заразу ядовитая липкая но ложь проявляет повадки волчьи нерадивая наша сущность когти пена жуткие очи всем претит эта грязная гнусность ее хочется резко пришпилить острым словом и громом эмоций накопившийся с радостью вылить только знаю ко мне все вернется я желаю без молнии и гроз отношения строить и жизнь пусть на злобу падет склероз и начнет изнутри ее кресть спасибо михаил хорошие хорошие слова на наш взгляд которые сочетаются с тем о чем мы просили наших слушателей несколько минут назад так вам того куда всех приветствую была у горяева и делала матрицу и имея опыт стоило это одна тысяча условных единиц о-хо-хо скажите кто мог себе позволить такое удовольствие чтобы провести статистику с фото нельзя снимать информацию догадайтесь почему вот я лично не могу понять почему ну ладно у меня много было вопросов одиннадцать лет назад и по мере я на них себе ответила Давиду написала но ответ не получила пока запись удалила она устарела в письме кое-что осталось если бог даст услышимся ну конечно если бог даст то услышимся но прежде чем дать ответ на любое полученное письмо мы обеспечивая свою безопасность проверяем написавших нам для того чтобы знать кто их к нам просто прислал и если же есть у нас некоторые сомнения то либо перенаправляем написавших к другим людям либо просто стараемся не отвечать хотя в общем то наверное это не очень вежливо но бог с ним так ирина линкер спасибо за эфир тоже посмеялась с Давидом что только люди не пишут постараюсь коротко в библии написано что придет упомянутый товарищ и будет править четыре года если я извиняюсь но меня вызывает сразу мысли такие воспоминания вам товарищ а нам не товарищ да если не ошибаюсь я думаю ей тоже это не товарищ я оптимистка и верю в победу света в наших душах но как относиться к написанному по поводу комментариев владимира человекова такую галиматью про душу еще не слышала и почему абстрактное мышление или мышление не знаю не связано с разумом тоже непонятно это мы так понимаем ответ на длинное замечание владимира человека ну это ваше его видение нам давать пока к этому нечего 836 836 какие бы глупые комментарии люди порой не писали как-то некрасиво зачитывать их на весь мир и смеяться в камеру 836 а что вы предлагаете в камеру плакать или пребывать с выражением лица чиновника к которому вы пришли на прием а по существу можем сказать следующее если кто-то боится что его письмо предадут огласки то значит он уверен что изложил неправду а ложь это как мы говорили ранее есть оружие сатаны а смех ну смех это прекрасное состояние человеческой души ведь вас никто не осуждает когда вы смеетесь в театре в цирке или в кино ну смейтесь радуйтесь птички поют смейтесь солнце светит смейтесь встречаете человека который вам кажется говорит какую-то глупость тоже смейтесь но это наше субъективное мнение а вы поступаете как знаете 7 п здравия школе здравого смысла и давиду в одном эфире обсуждалась книга транссерфинг реальности где давид пообещал дать ключи недосказанные зеландом и больше к этой теме не возвращались мы их ждем имеющий глаза увидит имеющие уши услышит мы дали эти ключи в первых наших встречах и повторили буквально несколько недель назад пожалуйста проявите разум и найдите их если они нужны вам конечно очень они сказаны прямым текстом просто их нужно увидеть 4к надежда давид благодарю за знание вы обращаетесь в подсознании субъекта за информацией которая наверное и не подозревает об этом у меня вопрос как защитить свое подсознание от непрошенных гостей и благодарю с уважением надежда ну надежда это сложно да в общем то и зачем если ваше подсознание несет негативную враждебную законы мироздания информацию то зачем ее скрывать если вы что-то скрываете то значит вы лжете а ложь это чье оружие мы об этом говорили много раз шестьдесят доброго здравия долгих лет жизни уважаемый давид похоже что времени совсем мало если уже людям влов говорится со всех утюгов что конец света близко параллельно идет информация о переходе на другой уровень создания какая между ними связь это один общий сценарий просто надоел детский садик идите уже все в школу где будете сами создавать свой мир с уважением ларисы ну во первых лариса у человека есть разум разум это то что ищет всегда первую причину если из всех утюгов ну можно тут добавить много всякой техники там унитазы и прочее льется эта информация значит это кому-то надо кто-то пытается вставить в ваш мозг информацию о конце света это первое а если человечество не захочет лариса то конца света который описывает некоторые религиозные авторы не будет действительно на нашу планету идут новые высоковибрационные энергетические потоки которые должны помочь людям поднять свои вибрации перейти на новый виток развития естественно что есть и те силы которых такой сценарий весьма не устраивает так как лежит лишит их энергии питания поэтому идет война вернее наступает финальная фаза войны которая длится уже не одну тысячу лет и это война за человеческие души мы говорили об этом неоднократно и призывали все человечество и особенно наших слушателей проснуться и уйти от излучения низковибрационных энергий наступает финальный процесс отделения зерен от плен но все все в руках человека только человек так к ветрова звезда давид николаевич а вы слышали что говорил русский мальчик отрок славочка что вы думаете об этом да мы слышали его высказывание но как мы уже говорили ранее мы против однозначных утвердительных предсказаний которые формируют мысли формы у слушателей закон неприкосновенности воли он позволяет людям самим писать сценарий своего будущего а любые предсказания в том числе гадалок вносят изменения в принятие человеком собственного решения если очень очень грубо сказать стоит елка а вот куда вы повесите игрушки и какие повести игрушки решаем только мы елка это скелет а мы ее одеваем 3а если будет возможность расскажите плиз про эпилепсию эпилепсию дочь поразила этот недуг поразил этот недуг семнадцать лет пьет таблетки уже пять лет как ей помочь я в растерянности ну пожалуйста если это действительно вас интересует свяжитесь с нами и мы вместе постараемся ей помочь Лиз Давид Николаевич кого вы называете мы когда вы говорите о себе лично ну это мы в самом начале ответили это мое тело и моя душа так двести тридцать шесть что же за такое как темное так тут как тут все могут выделывать что сбредет им как светлые на помощь неразумным так ау вы где что-то странно движуха только в одну сторону так в чем секрет этого вы не удивляйтесь что я так вздыхаю тяжело просто ну понимаете сложно повторять то что излагалось ранее так вот секрета нет светлый мир не нарушает законы мироздания темный или нижний мир толкует эти законы по-своему и мы говорили об этом во время одной из наших предыдущих встреч детально но человек добровольно позволяет этому темному миру нарушая эти законы использовать их со своей выгодой милиционер и преступник имеют одинаковое оружие но милиционер обязан сделать предупредительный выстрел а потом выстрел на поражение бандит же стреляет не раздумывая и что из этого следует а из этого следует что подготовка милиционера должна быть на порядок выше чем преступника чтобы остаться живых чтобы успеть сделать выстрел предупредительный а потом на поражение пока преступник этого не успел сделать ну надеюсь так ответил доходчиво так 7 и здравствуйте уважаемые извините что пишу но мое мнение такое зачем бен лазар и борода приехали в нашу страну и почему вы ученые не принимаете меры по изоляции сатанистов хороший вопрос но если бы удалось изолировать сатанистов или тех кто вольно или невольно служит нижнему миру ну или космическому как угодно то нужно было бы изолировать все управления всех стран ну по крайней мере процентов 90 да но это наше субъективное мнение вы уж не обессудьте 10 10 дорогой давид николаевич объясните пожалуйста если мне каждую ночь снятся сны цветные длинные с большим количеством персонажей знакомых и незнакомых это плохо или хорошо для моей души и тела надо выяснить кто киномеханик ваших снов и с какой целью он показывает вам эти сны если будет желание свяжитесь с нами и мы вместе проясним эти вопросы всем джин радуюсь что для Давида стал старшим братом Иисус и что Давид стал сыном Бога и Христом и Богом как Иисус да благодарим вас за то что радуетесь за нас и за всех людей которые признают и верят в Творца Единого и не признают многобожие вот для нас имеющих душу и являющихся частичкой или детьми Творца Единого и Иисус действительно старший перворожденный брат кем вы считаете его мы не знаем но любое ваше мнение в отношении его уважаем не нарушая закон естественной неприкосновенности воли ваше мнение это ваше мнение а вот Иисус никогда себя Богом не считал он всегда называл себя сыном Бога и обращался к нему со словами отец наш советую внимательно подумать включите разум так один З Давид Николаевич пожалуйста не читайте гадких комментариев это оскорбляет не только вас но и нам мерзко а вы учитесь относиться с любовью к любым высказываниям и комментариям какими бы они гадкими и мерзкими вам не казались вспоминайте что оружие светлого мира это вера и любовь вера и любовь вам сказали гадость а вы посмейтесь в ответ пожалейте того человека неразумного вера и любовь так вот меланин пора переходить наверное наконец к основной тематике да меланин это биологические бриллианты так их называют и вот теория физического вакуума и теория торсионных полей позволяют изменить взгляд на истинное предназначение биологическую роль и функции меланин и вот все экспериментальные факты указывают на активное участие меланина в энергоинформационных процессах и его роль на всех этапах развития живого организма начиная с химической эволюции и заканчивая механизмами функционирования мозга ну и самого сознания в этом смысле меланина является самым ценным веществами для живых ароманизмов и поистине их бриллиантами поэтому их так и называют и сегодня мы поговорим о меланине и мелатонине это действительно самые загадочные таинственные биологические полимеры выдающимся на наш взгляд конечно специалистом посвятившим много времени для изучения этих химических веществ как мы уже говорили в наших предыдущих встречах является житель города одессы венгер любовь александрова и вот на основании в том числе и ее исследований мы построим нашу беседу сегодня ну первый вопрос меланин и мелатонин в чем отличие меланина это темно-коричневый и черный пигменты они содержатся в волосах глазах кожных покровах во многих внутренних органах но в основном локализованы в покровных частях организма например загар человека кожа негров или причудливая раскраска шкур многих животных зебра леопард ягвар и так далее они тоже своим темным цветом обязаны меланином эти пигменты выполняют живых организмах защитные функции против действия ультрафиолетового излучения а также ионизирующих радиаций и высоких и низких температур представляете сколько функций у одного элемента вот и меланин обладает рядом признаковые особенности изученные в основном это пигменты в природе хотя до сих пор истинная роль меланин до конца не выяснили вот защитные и приспособительные функции это лишь вершина айсберга а сама сущность меланиновых пигментов лежит гораздо глубже так как она участвует в энергоинформационном обмене и прежде всего это формирование развития и дальнейшая эволюция живых организмов механизма механизма мышления памяти сознания разума и организации всех живых систем структура меланином является двухуровневой это вещественная и полевая одновременно меланин как доказано было итальянским одним из итальянских ведущих специалистов уже в 95 году информационно связывает клетку с космосом и является организующим всех систем организму гормон как дирижер в большом оркестре он участвует в синхронизации биоритмов и всех процессов в организме еще раз всех процессов в организме если его не будет то все пойдет в разном так также он комплексно влияет на гормональную и иммунную систему устраняет депрессию тревожность и нормализует сон вот из-за схожести в названиях многие путают меланин и мелатонин и вот начинать нам нужно с того что меланин и мелатонин это два совершенно разных вещества меланин это высокомолекулярный пигмент который отвечает за окрас кожи слизистые волос и глаз мелатонин это гормон который вырабатывается головным мозгом и он обладает антиоксидентными иммун иммун дели иммун дели ирующими свойствами слова то какие да поэтому его нередко называют эликсиром здоровья который помогает сохранить молодость свежесть кожи так вот гормон мелатонина влияет на работу биологических часов и внешний вид человека в каждом человеке в взрослом человеке обычно содержится 3 миллиграмма этого вещества днем его концентрация снижается вечером повышается и ночью достигает максимального уровня его синтекс начинается в период или вернее синтез примерно с 22 часов до 4 часов утра мы берем среднее время и излагаем сейчас вот для Москвы гормон запускает восстановительные процессы в организме активизирует работу иммунной системы нейтрализует реактивные формы кислорода и защищает организм от преждевременного старения также он защищает от нарушений в работе органов и систем защищает от стресса способность быстрому погружению сон поэтому его роль в организме очень важна еще раз подчеркиваю очень важна вот многие люди испытывают дефицит мелатонина и естественно возникает вопрос почему а зачем нужно было перетащить столько людей в городские тюрьмы вы не забываете вы думаете что вы спите в тишине нет в городе есть фоновый шум и звуковой и что значительно значительно более опасно электромагнитный люди которые когда-то увлекались радиолюбительством знает что проходимость на коротких волнах зависит от времени и от помех которые есть вокруг так вот на сегодняшний день на коротких волнах практически невозможно слушать дальние станции в городе я уж не говорю вести связь чтобы установить двухстороннюю связь нужно выехать в лес в городе близко к нулю кто не верит может проверить и в ритме сегодняшней современной городской жизни каждый второй имеет проблемы с засыпанием а также с качеством и продолжительностью сна практически каждый второй человек вопрос почему так вот уделяя внимание и время телевизору компьютеру друзьям любимым делам после продуктивного рабочего дня многим приходится засыпать за полночь а это нарушает нормальный синтез гормона развивается дефицит из-за чего человек перестает чувствовать себя бодро с десяти до четырех часов ночи повторили специально для особо одаренных с десяти и не после двухчасового просмотра телевизора а вот вместе с этим ускоряются процессы старения клеток что становится предпосылкой к развитию различных заболеваний и возникновению преждевременных морщин но полноценному синтезу данного вещества мешает не только несвоевременное засыпание но и освещение помещения во время отдыха и чтобы не нарушать синтез мелатонина рекомендуется спать при плотно закрытых шторах без ночников мобильных устройств и других источников света я уже не говорю что телефон положить рядом на тумбочку отнесите его куда-нибудь подальше а еще лучше положить в металлический сейф а вот если же рабочая деятельность связана человека со второй половиной суток то если это невозможно освещение нужно сделать минимальным и вот свойства данного гормона и его влияние на организм дают возможность использовать его для лечения различных заболеваний мы не вникаем и не пытаемся здесь глубоко вникать в медицинские проблемы для этого есть специалисты так вот часто гормон принимают как легкое снотворное но он не просто помогает уснуть его спектр действий гораздо шире и исследование указывает на эффективность использования данного вещества в лечении ищемии сердца повышение артериальное давление язвы желудка и так далее и так далее и к сожалению с годами синтез вещества снижается в нашем организме поэтому многие пожилые люди испытывают серьезные проблемы со сном поэтому для воспользования нехватки гормона данное вещество рекомендуется принимать пожилым людям но привыкание вещество не вызывает снижение синтеза собственного меланина тоже хотя в редких случаях все же возможно индивидуальная реакция в виде головной боли тошноты дискомфорта в желудке и так далее но все равно мы рекомендуем прежде чем лечить себя как говорят по телевизору или по компьютеру обратитесь к специалистам слава богу еще есть старая школа которая может вам дать совет и правильные рекомендации вот этот гормон был открыт в 1958 году и вот его назвали тогда гормоном сна так как в момент засыпания его концентрация резко увеличивается и растет до растет ее рост до часа двух ночи а затем постепенно начинает снижаться и около пяти часов утра резко падает именно поэтому мелатонин был провозглашен главным гормоном определяющим сон человека хотя последние исследования показывают что это не совсем так было правильнее назвать мелатонин это гормон ночи так как его главная функция синхронизировать работу нашего организма с солнечным светом то есть когда свет солнечный или искусственный например от экранов телевизоров и телефонов попадает на сетчатку глаза концентрация меланина мелатонина резко снижается и в течение всего дня остается на низком уровне а вечером когда освещенность постепенно уменьшается опять же если не присутствует ярко искусственное освещение количество мелатонина напротив возрастает то есть выработка гормона ночи напрямую зависит от степени освещенности одна из причин когда в энергоинформационных полях людей есть подселенцы они создают условия чтобы человек не мог заснуть без ночного света мы одно время думали зачем почему заставляют человека включить лампу вот вам простой ответ так вот мелатонин вырабатывается шишковидной железой которая находится центре головного мозга вот интересно что у новорожденных детей концентрация мелатонина несколько сот раз несколько сот раз больше чем у пожилых людей это связано с тем что с возрастом способность организма к синтезу мелатонина падает и поэтому у младенцев крепкий и долгий сон в отличие от людей старшего возраста естественно что помимо шишковидной железы этот гормон вырабатывается и другими тканями например его концентрация в желудочно-кишечном тракте в 400 раз больше чем в самой железе зачем он там нужен пока до конца неизвестно но установлено что выполняет он не эндокринную а паракринную функцию то есть воздействует на клетки которые находятся рядом и при этом не работает как гормон также мелатонин может вырабатываться в почках и в печени и вот одна из главных задач гормона ночи заключается в том чтобы сигнализировать организм наступление ночи поэтому механизм его выработки напрямую связан с биологическими часами которые находятся в передней части гипопаталамуса а именно с так называемым суп рахизматическими суп рахизматическими ядрами через них от сетчатки глаза через шейный отдел спинного мозга проходит сигнал шишковидной железе и каждая клетка в организме где бы она не находилась в головном мозге в костях или в мышечной ткани имеет свои часы но эти часы работают по своему циферблату и их цикл может отличаться от обычного двухчаса четырехчасового так вот мелатонин как раз сообщает 7 часам в каждой клетке организма о том что наступила ночь а значит можно запускать процессы сопряженные именно с ночным временем чтобы процесс синтеза мелатонина проходил без сбоев человек должен спать именно сон способствует правильной выработке этого гормона если он просыпается ночью и включает лампу то свет попадающий на сетчатку глаза приводит к тому что концентрация гормона резко падает поэтому многие патологии происходят из-за избыточной освещенности общий свет в помещениях свет на улице свет на всевозможных гаджетов компьютеров телевизоров и так далее все это задерживает выработку мелатонина и приводит непосредственному ухудшению качества сна и проявлению различных проблем со здоровьем вплоть до развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний так вот давайте вкратце мы рассмотрим применение мелатонина прежде всего нужно помнить что мелатонин это гормон ночи они снотворный препарат и у него есть четкие показания к применению чаще всего препарат мелатонин используют при резкой смене часовых поясов для синхронизации биологических ритмов с тем местом куда приехал человек ну также последнее время начали назначать его людям старшей возрастной группы так вот так как мелатонин выполняет иммунно модулирующую функцию его не рекомендуют использовать при различных аутоиммунных заболеваниях ну например что касается людей с сахарным диабетом первого типа да при правильной регуляции иммунной системы мелатонин может предупреждать возможные микроповреждения и косвенно влиять на процессе старения но к сожалению все чаще именно это его свойство становится главным прецедентом для спекуляций и аргументов в призывах принимать препарат данного гормона постоянно и без назначения врача это в корне неправильно просто опасно очень хочу быть молодым побежал купил ложками применяю это я так образно так вот например детям у которых концентрация мелатонина и так высоко пить этот гормон дополнительно не нужно и также мелатонин используют для регулирования цикла бодрствования и сна поэтому днем и тем более в утренние часы его прием может привести негативные последствия уважаемые наши слушатели если вы плохо спите то не нужно заниматься самолечением и назначать самому себе таблетки мелатонина к тому же если человек испытывает стресс или у него острая бессонница то нет смысла принимать гормон ночи в таких ситуациях он просто бессилен да при вахтенной работе мелатонин помогает быстрее засыпать но это лишь временный эффект работа то в ночное то в дневное время крайне негативно сказывается на здоровье человека вы почему думаете зря пилотам у которых смещены часы вылета полетов и так далее назначают достаточно высокую заработную плату это одна из причин кстати есть там и другие конечно причины необходимо помнить что у мелатонина есть четкое показание к применению при других проблемах со сном его использование не столько неоправданно но и вредно так как он может вызвать ухудшение зрения например так вот каждый человек должен отдавать себе отчет в том что полноценный сон является главным фактором определяющим продолжительность жизни если человек хочет быть здоровым и жить долго и счастливо ему необходимо выстроить свой распорядок дня таким образом чтобы негативное влияние на сон было минимальным ночные дискотеки посиделки ну и прочее подумайте такой человек должен спать столько сколько ему предназначена природа конечно индивидуальная норма может варьироваться но в среднем до взрослого она составляет 7-9 часов вот работоспособность как умственная так и физическая выспавшегося человека существенно выше чем у того кто плохо спал поэтому главная задача следить за тем чтобы сон ни в коем случае не сокращался по времени ну и как выводы подведем итог пигмент меланин представляет собой разноматериальную субстанцию включающую два уровня организации вещественный и полевой мелатониновая матрица там был меланин мелатонин способна воспринимать записывать и хранить информацию на уровне своих спинов и самым активным образом участвовать в энергоинформационных процессах пигмент меланин является инструментом природы для передачи хранения и распределения информации в мире живого вещества и как сейчас выяснили наши ученые мужи в основе механизмов действия меланина лежат свойства спиновых структур ну а мы мы как всегда призываем наших слушателей повышать чистоту своих вибраций быть открытым благодарным милосердным слушать свое сердце и дарить себе и этому миру безусловную любовь ибо любовь это единственная освобождающая сила во вселенной и все мы должны смотреть на мир глазами любви но мы от себя очень хотим чтобы все что мы обсуждали было направлено только во благо чтобы все люди вошли с полнотой понимания в духовную жизнь и надеемся что не очень вас утомили наши дорогие и любимые слушатели оставайтесь с Богом с Богом с верой и любовью ваш Давид Шмидт школа здравого смысла и яркий представитель Александр Горонович и так спасибо спасибо Давид спасибо за эту беседу вот направляем слушателей по верному нужному пути спасибо и до скорой встречи в 10 часов вечера приласкал жену и спишь спокойно кое 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 Продолжение следует...